Это нормально, да? Хорошо. Передайся, да. Все, 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 все. Сними, все, все, спокойно, довольно-таки. Маску, маску, а раз, маску. Не-не, сними, сними, пейте. А, снимай. Сними, 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 сними. А, сними, сними. А, сними, сними. Можете зато зиаде детьте от вас. Я полтора года видел свою жизнь чудеса. И просто я очень благодарен Бога. Кое, вау, у нас хорошо. Я хочу благодарить Бога. Безоргтарий можез, який, мы можем дарить. Это самое большое чудо, которое в жизни, которое мы получили. У нас просто, мы один год искали просто квартиру и хотели просто снимать, никак не могли это сделать. Вау, 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 у нас, раз, раз, два-три дня, мы просто полечили это квартира. Я очень благодарен Богу, я очень просто благодарю Богу за них, за супругу, за пастор. Я первый раз, я думаю, честно, уже хочу свидетельствовать, поэтому я очень стесняюсь, не могу много чего говорить. Я постараюсь еще больше набирать силы, больше свидетельствовать и говорить. Я очень благодарю Бога. Но она не может говорить, поэтому он не может. А спасение не может. Поэтому я с Азабута, 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 Азабута. Что Иисус сделала, даже как она поняла. Что это все, это, которое я сказал, что мы нашли квартиры, это в жизни, это просто как бы это гейм или это другое. Но самое главное, что Бог меня свободит от греха, я свободен. Я свободен от греха, я свободен от греха. Я очень благодарен Богу, и церковь, и наш пастор, и супруга пастор. Я еще раз, еще раз благодарил Бога. Просто у нас было очень сложно за это полтора года, у нас переводчика не была, просто мы через вайбера и все это просто читали. И они очень сильно постарались, посвящены, что я свободен от греха. Я еще раз, еще раз благодарил Бога. И очень буду просто постараться своей жизни еще раз приходить сюда, сывидесового, сильнее, чем сегодня. Я тоже хочу посвидетельствовать немного, когда начались вот эти, ну в 6 утра вставать мы начали, и мне первый день тоже было легко встать, как-то радостно более, слушать слово было. Но потом в следующие дни сатана тоже начал обманывать, потому что, ну, чтобы поспать дольше или еще что-то, но все равно Бог меня будил, Дух Святой будил по утрам, и я в основном только один день немного пропустил, а так, ну что я хочу сказать еще, что когда я читал Библию после того, как мы слушали слово с утра, и мне попало такое слово в исходе, 22-23 глава, сейчас я зачитаю, мне попало такое слово, что 22 стих. «Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что я скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет перед тобой ангел мой и поведет тебя комареем, хитем, форезем, хананеем, евеем и евусем, и истреблю их». Еще вот 29-30 стих в этой же главе. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сень». И вот это мне слово попало в 30 стихе, что Бог сразу наших врагов не будет удалять, потому что Он хочет явить свою славу, поэтому будет написано мало-помалу Он удаляет наших врагов, ну не сразу, не за один год, как Он сказал. Поэтому нужно иметь терпение, чтобы какие-то, когда проблемы приходят, чтобы все равно верить в то слово, что Бог обещает нам, Он все равно помогает нам победить наших врагов, наши проблемы, которые, то есть Он будет побеждать. И еще я так размышлял, почему Бог дал вот именно в 6 утра тоже служение, потому что, ну, я по себе скажу, что, честно, у меня так общение с кем-то, ну, в основном маловато общения у нас с братьями. Я так иногда только с Голубом общаюсь, а с остальными так не знаю, когда и позвонить, и, ну, какой-то, так сказать, ну, учителя, в основном учительское, да так, ну, с братьями мало у меня общения. Но Бог мне показал еще одно слово, которое в Осии в 6 главе написано. Почему Бог дал нам утреннее служение? Осия 6 глава с 1 стиха. Вот в скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через 2 дня, 3 день восставит нас, и мы будем жить как лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя зря, явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, отрастит землю. По этому слову я понял, что просто многие, из-за того, что сейчас карантин, мало общения, ну, я так думаю, у многих из братьев и сестер мало общения, в том числе, ну, как сказать, у меня так чуть-чуть есть буквально, то меня это как еще к церкви притягивает. Поэтому Бог дал, чтобы мы с раннего утра искали Его Слово и слушали Его Слово. Поэтому Бог дает нам эти утренние проповеди в 6 утра, чтобы мы все-таки размышляли больше Его Слово, и тогда день переходит по-другому, и даже есть сила кому-то передавать Слово. Бывает, когда люди встречаются, легче кому-то начать проповедовать после того, как с утра слушаешь Слово, ну, это я о себе говорю, потому что мне, например, стало немного легче, когда по утрам слушаем Слово, и день по-другому проходит, и Бог дает все успеть, и везде дает милость свою. И я благодарю Бога за то, что Он так делает и так ведет нас, потому что мы такие люди, что нам в 6 утра трудно вставать, ну, особенно, когда у меня немного работы, там, ну, таких, пока из-за карантина так, ну, немного у меня работы, поэтому благодарю Бога за то, что Он так ведет нас и милует нас. Спасибо, Церковь. Спасибо. Спасибо, сейчас в агонии, кто хотел свидетельствовать, дадим возможность. Здравствуйте все, я тоже хотел немного рассказать, общался в субботу, но на этой неделе тоже там много было общения, ну, а за субботу хочу рассказать, мне позвонила Нина Павловна и говорит, я хочу, чтобы вы приехали, но обычно она мне звонит, чтобы я общался с ее сыном. Это если вы следите за чатом Zoom служения, то вы там знаете, что Нина Павловна, она недавно получила спасение. И, ну, в общем-то, интересно у нее такая жизнь была, ну, как, в принципе, может быть, у всех нас до спасения, потому что он, Петя, рассказывал о себе, как он блуждал, как овца, и каждый из нас может рассказать о спасении, как много он чего искал в жизни, у каждого свое было направление. Нина Павловна там тоже, ну, это, там, что ты мужа была там, и у нее трое детей, и там она рассказывала за, как сложилась у каждого из них судьба, там один сейчас до сих пор там где-то в Португалии работает, там за невесток своих, ну, я ее слушал, потому что мне было, ну, как интересно, потому что жизнь очень непростая. Вот она родилась недалеко, кстати, от нашего брата Анатолия Емельяновича, там, Великой Яблунец, это Емельчинский район, ну, и, ну, что меня удивило, и, как бы, снова такое вызвало благодарность, вообще, в душе, это то, что, ну, я увидел, как точно, как она серьезно относится к слову, вот, и вообще к, ну, к служению, хотя она не участвует, у нее, наверное, нету там и телефона такого, и все, но она спрашивала там по Библии, вопросы задавала, и она почему мне позвонила, ну, не только там с сыном в этот раз общаться, сын у нее там пьет, он бывший атошник после контузии, вы знаете, что если человек получил еще травму головы, то он когда пьет, у него такое опьянение, которое называют патологическое, он не понимает, что он делает, как бесноватый такой становится, и это ее сильно пугает, вот, кстати, Нина Павловна садится рядом с пастырем, вот, то, что мне, ну, благодарная душа чего стала, потому что я увидел, на самом деле, какой мы великий дар через это общение получили, это спасение, то есть я вспомнил тоже свою душу, какая моя была жизнь разрушена, это спасение, какие у меня были проблемы, и вот эта душа, которая, ну, была, действительно, тогда я очень тоже так серьезно относился, хотя проблемы еще какое-то время оставались, и за это у меня тоже большая благодарность, тоже Бог поменял мою тоже душу через это, а второе общение у меня было со вторым, ну, видите, у меня общались два Александра, один Александр, это Шурик, как говорит Нина Павловна, ее сын, а второй, это вот расслабленный, который, он с этим синдромом БАС, ну, такой, когда мышцы постепенно теряют силу, силу, даже человек говорить не может, он просто выдыхает там с легким усилием, потом можно что-то услышать, я вообще, честно говоря, даже не понимаю, что он говорит, вот, у него нет силы сказать что-то, выдохнуть, вот, но когда мы вчера с ним общались, и тоже я там молился в конце общения, знаете, он улыбался и говорит, аллилуйя, представляете, человек, который лежачий, у которого вообще нет шансов, что он когда-то сможет ходить, и они умирают от того, что их мышцы дыхательные перестают дышать, и они задыхаясь умирают, это кошмар, и он, ну, как, с большой благодарностью, что он получил спасение, вот это сказал слово, аллилуйя, и я тогда понял, действительно, насколько большое благословение мы получили, и тоже я очень благодарю за этих людей, за то, что Бог так действует через нашу церковь, что у нас люди получают спасение, единственное, что нам не надо забывать за эту, нашу миссию на этой земле, которую мы должны другим людям тоже давать, это освобождение от этого обмана, от этого греха, от этой неправды, которая всю жизнь нас угнетала и разделяла нас с Богом. Спасибо Господу. Спасибо большое за свидетельство. Сейчас я немножко скажу, то, что, знаете, с весны я начал заниматься, Бог еще весной показал, мне, что нужно заниматься капелланством еще зимой, а потом весной, что нужно заниматься воинами, да, семьями воинами в АТО, и много разных препятствий было, да, но с весны я начал заниматься, и все-таки осенью мы, так сказать, довели это дело до конца, получили помощь, и получили список этих людей, семей. Я очень благодарен, тогда тоже Нина Павловна, она пришла к нам, и хотя она получила какой-то паек, но она слушала Слово, и в ее душе появилось желание дальше, да, слушать Слово и жить с Богом, получить от Бога благословение. Поэтому я очень благодарю. И еще некоторые тоже дальше, они проходят, общаются, и с нами, они тоже на пути, чтобы получить спасение, это и в Коростышеве семья есть, и здесь прапорщик Александр тоже ко мне ходит каждый день практически. Вы молитесь за этих людей, некоторые еще, они не доходят, но они хотят ходить, но не доходят. Поэтому сила молитвы, церкви очень важна. Вы молитесь за эти семьи, в чате, в ковчеге есть все фотографии этих людей, я вам посылал, вы за них молитесь, чтобы они дошли и услышали Евангелие, и получили спасение, как Нина Павловна. Сейчас тоже Нина Павловна уже на служении с нами находится, поэтому она тоже хотела сказать пару слов вам, то, что она слушала, что она услышала, что изменилась в ее душе, поэтому вы, пожалуйста, внимательно слушайте тогда Нину Павловну. Мне, кстати, направила соцслужбю, которая направила мне, чтобы я получила пайот для сына, и я пришла до пастора Леонидовича. И я почула это все от Бога. Сейчас я не могу говорить хорошо о Боге. Я теряю все люди. Я очень рада. И когда мне сказали, что у меня уже сняли все мои грехи, я очень рада была, я всем благодарю, всем, кто меня понимает. Я знаю, что я уже прощена Иисусу. Вчера Виктор Голубин, и я его попросила, он беседовал с сыном, и я его попросила, чтобы он мне сказал, как же я могу сейчас молиться, потому что я завжди молилась, отче наш, и отче небесный. А сейчас я, он мне рассказал, даже написал, я попросила, потому что я теряюсь, не умею, хорошо, так как надо было. Я надеюсь, что я буду долго, и все это вивчу. И я бы хотела тоже гимн скрывать, потому что у меня нет ни гимна, ни слова, я не знаю. Так что я вибачаюся, оце все, что я мала сюда. Я благодарна Виктору и молодежи, которые приходят. Грих ваших души, куда дівся, Господин? Грих мій, грих мій, дівся уже, его в мене не мажут, я не маю гриха, я спасена, Бог мені простил все, хотя я была грешная, но Бог мені все простил, Иисус простил. не так, как я сижу, вы уже много ходите и знаете, как и что, и куда. Я еще только начинаю, как-то и даже не важно, для Бога нет возраста. И 83 года Мина Павловна услышала Евангелие, я очень благодарю за это. Уже с бабушкой Оль они познакомились, уже они стали подругами, им нужно часто созваниваться, общаться по телефону. Хотя у нас карантин, но это не мешает нам, у нас есть телефоны, у нас есть Zoom, Viber, всевозможные возможности, чтобы общаться единой душой с Господом тоже жить. Я благодарю, и последнее свидетельство мы будем слушать, это наш брат Виктор из Коростня тоже он хотел свидетельствовать. Пастер, слышно, да? Слышно, хорошо. Значит, 8 числа, когда вы собирались в бизнес-центре, да, у нас же красная зона Коросты нету, ну, добираться, я включил нашего пастера в один из ну, короче, слушал проповедь его, и там была такая проповедь Галахам, мы дети не раби, а свободной. И просто я буду сейчас говорить, как вот эти слова тронули, ну, именно духовного меня и мою душу. Получается, что мы по плоти раби от Еви, а церковь у нас это невеста, это Иисус, и мы через слово по-новому сейчас родились от свободной, по духу, от Иисуса, и через слово именно вот это сказать, что именно церковь считается Иисус, это невеста, это мы вновь родились, и дело в том, что как мы раньше по плоти жили, мы, сатана нам не давал своими мыслями это, чтобы слово Бога нам открыло эту истину, и мы всю жизнь были рабами этого мира, но когда это через церковь, через Бога, через Иисуса нам это Бог открыл, Он нашел нас в этом меня даже, в этом разном мире, и мы сейчас уже вновь родились, и принимаем вот это водное человек, который поверит Слову Бога, значит, он принял, вновь родился и принял вот это водное крещение, и мы уже родились от свободы, от церкви, от Бога, через Иисуса, и вот это оно все время, как Сатана не дает нам, почему это плоть противится Духу, вот это он не дает, чтобы мы услышали эту истину, эту правду, что мы уже через церковь, это, через Слово Бога уже родились от свободной, но Сара там в Битее, в 16-й вбе, она сначала же не поверила, а в нее, как говорится, по мыслим, и она, как она не могла родить детей, она предложила свою служанку, Агар, так, и в этом мире, мы живем по плоти, по законам этого мира, и мы, ну, короче, никак не можем принять это слово, эту истину, эту правду, и, как там написано в Галатах, Сара не поверила в Битее, а уже в Галатах, там написано, вознесись неплодное, значит, получается, что Бог, она сначала не поверила, а после, он говорит, вознесись, так и мы, через Слово, когда мы приняли, мы сейчас как на крыльях вознеслись в этот мир, вновь родились, и сейчас мы смотрим уже на этот мир совсем другими глазами, и вот почему мы для Бога глухие и слепые, а именно Он своим Словом нам открывает глаза и открывает ушины, чтобы услышали, увидели эту истину, эту правду, что как, ну, я говорю за себя, что сейчас на этот мир я совсем смотрю другими глазами, и это точно, что я вновь родился, и вот 10 лет в январе, 7-го, там, не помню, 6-го по 11-го это января, когда была конференция, да, именно в последний день конференции я получил спасение. Геннадий, вы аккурат тогда вели евангельский класс, и именно вот это слово, оно открыло мне душу, что я все время доверял себе, но именно слово, что благодаря я все доверял, что я хату я получил, я машину эту, я квартиру, я на даче, все это, а мне это, когда общение было, между прочим, тогда ваша жена Ирина, и сейчас он уже пастором, я не помню как, он еще был, ну, прихожанином церкви, мы общались, и а он мне говорит, а благодаря кому все это ты мог это приобрести или это, и вот на этот вопрос я и призадумался, а благодаря кому, на север, когда самолеты, когда это все, это, значит, меня Бог берег, он меня вел всю жизнь, чтобы привести в церковь, чтобы именно я родился вновь от свободной, от церкви, от слова, от Бога, от Иисуса, и сейчас я живу Русс, ну, нет слов просто, благодарю, что Бог нашел меня, в этом мире грязном, что я, не я, а Бог меня привел в этот свой мир, открыл эту истину, и что я могу сейчас свободно вот это даже перед церковью свидетельствовать, что как Он ведет, как защищает, как наставляет, и если любая проблема это, Он дает ее, чтобы мы обращались, чтобы мы не забывали, кому мы благодарны, и кому мы должны обращаться. все, я благодарю Бога, что Он нашел меня в этом мире, что я могу сейчас истину сказать, что я родился от свободной, от церкви, от Бога, и мы уже родились, как говорят, по обетованию, по слову, по духу. Спасибо большое за свидетельство, и сегодня я первый раз слышал, Виктор, извините, то, что вы тогда получили спасение, я забыл, давно вы не свидетельствовали, я очень благодарен, это в Киеве было, да, я помню, этот диванский класс по три часа, без перерыва, я помню, когда хорошую тренировку я получил, я очень рад, что тогда вы получили спасение, и Бог много действовал тоже в вашей жизни, и точно церковь дает нам новую жизнь, нам нельзя это забывать, потому что мы сами никогда не могли освободиться от века, аминь, и всю жизнь нам нужно иметь благодарность, что бы ни случилось, мы всегда помним свою мать, мы всегда благодарны своей матери за то, что она родила нас, иногда разные бывают и ссоры, и споры, всякое бывает, но нам эту благодарность нельзя потерять перед Богом, перед церковью. спасибо спасибо большое за свидетельство, и сейчас дальше мы будем продолжать служение. пастор меня меня не напрямую свободно с Богом, спокойствие, ну конечно у меня ничего не получилось, так как я хотела, свободно, но все равно меня Бог толкал, и показывал, что я в этом, ну в этом не права, дело в том, что все равно Бог, если ты спасен, Бог все равно тебя толкает, и не получается по плоти то, что ты хочешь по-человечески сделать, ты устаешь и там, и там, и там не получается ничего, вот, и я ну я дуже хотела, чтобы до меня Лида позвонила, ну пообщаться, ну и тут Лида звонить до меня сама, и я давай с Лида общаться, говорю так, я уже надоело мені все, достало, я уже не хочу, ну я думала вона мене поддержит, а вона наоборот почала мені говорить, как ей было, ну как вона ушла, как она мучилась, как ей было погано, ну я думала вона мене поддержит, все это, она наоборот мені, мы пообщались, и по слову пообщались, и все, ну тоже каже, бачила всех поганых, и пастыря, и Юру, да, а потом, как она уже послушала семинар, и попало слово, ну надо, что посеешь, ты пожнешь, будешь сиять таки, но они уже спасены, они совершенны, дивиться только на это, не дивиться, просто я тоже так подумала, что не дивиться на это человеческое, а сатана специально подсовывает таке, что дивись а то, а не так сказав пастырь, а не так сказали то, а то это не подходит, а то неправда, а то я так говорила, а то не так говорить, уже, и я на это начала дивиться, так не должно быть у церкви, все геть, как бы така душа, ну все равно ничего не получалось, и Бог все равно до себе приводит, через різные обставины, через все, и хочу, чтобы все-таки, я доверяла ему, не дивилась на человека, а дивилась только на его слово, не надо дивиться ничего на человеческое, и как Агарь, она втекла в пустыню, и хотела там от своей госпожи и сбежать, но ангел Господний ее все равно нашел, и сказал, чтобы она повернулася, потому что она в пустыне умре, понимаете, без церкви, ну не можно как одна полина горит, оно затухает, надо все, как костер горит, все вместе горят, ну в смысле дрова, так само и это, ну как бы вера, и все передается слово через церковь, и я поняла, что общение это золото, да, Наташа до меня приходила, я сначала ей сказала, Наташа, что вы пришли, вы же меня будете ненавидеть, вы же меня ненавидите, за то, что вас послали до меня все геть, я не хочу, чтобы вас там ругали за меня, это мой выбор, я не хочу, чтобы вас ругали за меня, мне это неприятно, и вы меня не любите, за то, что вас послали, и вы будете со мной общаться, вам же не хочется идти, но вы пришли, ну так, мы говорили, говорили, я и плакала, и рассказывала, ну короче, ну все, короче, так, мы общались за все, и с детьми, и с мной, в общем, общались, общались, и, ну, до висновки я дійсла, что, ну, не треба дивиться на человека, а то только на Бога, только на его слово, и Бог тогда даст мир и радость, ну бесы повыходили, как кто говорит, ну бесы выходят, да, те, что непонятно, вот, и, ну, Бог же все усмиряет, если открыть душу, да, надо, чтобы была открыта душа, я думаю, уже не хочу ни с кем общаться, надоело, все, а на самом деле мы с Наташей общались, все геть, и общение это золото, да, и покажешь свою душу, рассказываешь, ну да, мне еще пришло письмо, я его не читала, я не знаю, какого воно там, это раньше, это давно, я за него уже и забыла, конечно, но я думаю, что это мой зять, потому что он сказал, что что-то, он знает, это, я пошту не получаю, конечно, хозяйка моя, она просто дала, оно было, как бы, и раскрыто, и не написано, там напечатано просто было, всякие, всякие нехорошие, гадості всякие, я бачу, что там ничего хорошего, ну таке, я его до конца не читала, свою правду, да, вот я, например, права, тот прав, каждый доказывает свою правду, подився с моей стороны, такая правда, с той стороны, такая правда, ну, и другого человека, а на самом деле, Богу не надо, не моя правда, не того правда, да, правда, ну, прав только Господь, я не, я не права, но я не права, того, что правда только у Бога, оно не надо в этом разбираться, не надо разбираться, кто прав, кто виноград, просто дивиться на слово, на Бога, и все, и Бог все усмотрит, Бог все покаже, усмотрит, и даст мир, радость, покой, и ты начнешь уже, Бог даёт такую душу, ну, уважать и любить когось, и слушать когось, потому что мы все очищены, мы во Христе, мы должны быть переменены, как та мука, если мы будем переменяться, можно знать, что то слепить, мы будем, как мука, вот, и Бог всегда хочет, душу теки, ну, наблизить до себе, и специально даёт такие ситуации, я так поняла, даёт такие ситуации, до кинца, ну, че воно в тебе ще є, оте, что, ну, тебе говорят тобі, и ты зриваешься на це, или доказываешь, значит, воно ще у тебе є, до техпир, пока, уже Господь, ну, покаяние в душі, я понял, да, признав, да, я не прав, да, я таков, я тот человек, моль, червь, моль, дальше, разбойник на кресте, та прелюбодейка, ну, да, даже и разбойник на кресте, да, я такой, да, признав, тогда Господь, да, ныне будешь со мною в раю, да, и прелюбодейку тоже, и я не осуждаю тебя, да, иди, не греши, иди, по слову, принимай слово, грех, это неверие в слово получает, вот, хотя я такой, но, меня такой Господь помиловал и спас, я за это должна быть благодарна, и дивиться только на хрест, на его кровь, на его слово, ну, ходить, она мне ничего не сказала, это я уже сама, так, понимаете, школа, уроки, ну, все вообще, надо телефон, то я уже взяла такого, как мне сказали пастер, мне сказали взять хува, хува, мне уговаривали, ну, я его не взяла, а взяла те, что сказал мне пастер, ну, это уже по слову, как бы я поступила, бо пастер казал, что кто-то взял Вика, или кто, и он, это телефон, то я уже, что с вами, страх, иди, мне, возьму по слову, уже не буду делать то, что я хочу, но, пастер таки, бывает, хоть часом, не нравится, что он каже, Но мы общаемся с сестрами, просто так пастырь не стал, его поставил уже Бог, нашего пастыря. Трогает мою душу, чтобы скоренить это все человеческое, до тех пор, пока его не станет. И тогда уже Бог может хорошо действовать, что я только буду принимать слово, а не смотреть на это человеческое. Ну, что еще рассказать? Что еще вы маете на увазе? Что еще сказать? Сейчас вам легче, когда бесы ушли. Да, я тогда ревела, мы говорили за все с Наташей, Наташа говорила за мной, я, мы за все поговорили. И еще нет. Ну, хотела свою правду доказывать, что так не должно, да, то не так, да. Ну, в смысле, поняли, вот так. Но, на самом деле, Господь только прав, правда никому это не надо, правда только Бога. В Его слове и в Его святой крови, и мы должны просто дивиться на слово, и зараз так это делается, да. Главное, проповедовать и нести благую вещь всему людям, а не разбираться прав, не виновать, а просто проповедовать, чтобы люди получали спасение. Потому что Бог хочет спасать людей через нас, чтобы мы принесли жертву наших уст за Его жертву. Понимаете? Это самое важное. И свои родные, и близкие, чтобы спаслись. Это самое главное. Это иметь соединение с душой Господь. Иметь единую душу. Да, автоматически уже, я не прав. Тогда Божья правда придет к нам. Да. Это важно. А правда, не правда, зачем нам разбираться? В Библии написано, все мысли человека это зло во всякое время. Душа, ну, как сегодня Вы сказали, душа больше тела, а тело больше одежды. Ну, смысл. Вы сегодня сказали по сегодняшней проповеди. Это, что Иисус сказал. Да. Ну, Вы. Да. На проповеди я прочитал то, что Иисус сказал. Нам надо верить в это слово. Да, потому что мы уже человеки небесного государства. И мы не должны про земное, а про небесное уже рассказывать. Про царство Божье. Про Иван Деянести, а не ерундой страдать. Я так считаю. Ну, скажу то, что есть. Все братья и сестры обрадовались. Да, это, потому что человек сам не может. Почему мы в церкви находимся? Потому что мы сами не можем освободиться от бесов, да, от аммана сатаны. Поэтому Бог поместил в церковь, чтобы через церковь, через общение, через, знаете, как какое-то место в теле заболевает, тогда весь иммунитет всего тела, он на это больное место, он концентрируется и лечит это больное место. Поэтому кто-то из вас, вы как члены тела, да, кто-то заболевает, тогда церковь молится, пастор молится, кого-то посылает, сестры общаются, и иммунитет такой-то, такой-то, и бесы уйдут. Вам, главное, нельзя спрятаться. Нельзя спрятаться. Если вы спрячетесь тогда во тьме, тогда долго болезнь там будет проходить у вас. Если долго будут вас мучать, то есть спрятаться, это не общаться, не слушать, не открывать душу, да. И на самом деле я Олю за что ругал? То, что она пропускает служение и удаляется от Бога. Ну, знаете, как овца далеко идет, там погибли, я вижу эту пропасть, что там ее ждет смерть, и кричу, Оля, вернись, Оля, вернись. А Оля махает мне рукой, говорит, да пастор, нет, там все нормально, я туда иду, там хорошо будем они на огороде, там нормально на работе будет. На работе лучше, чем на служении, там хоть гроши платят, а тут ничего не платят. Ну, и так в пропасть идет, понимаете? Поэтому я туда кричу, кричу, да, и возвращаю ее, чтобы она не умерла там, не погибла. И как, ну, вам тоже надо помогать, молиться за таких, потому что, знаете, бес, он никуда не уходит, он переходит. Да, поэтому уже я даже знаю, в кого перешел. Поэтому вы молитесь тоже, дьяконы знают, тоже молятся, поэтому вы за таких людей молитесь, чтобы они тоже освободились, потому что сам не может человек освободиться. Нужна помощь в церкви, поэтому Бог нас в церковь поместил. Аминь.